здравствуйте мои дорогие любимые зрители иду на измайловский малашин рынок и первую очередь я иду к измайловскому кремлю проходим вернисаж длинные ряды и поднимаемся по лестнице наверх вот мы оказались на блошином рынке в прошлый раз мои дорогие вам показывала блошинный рынок под крышей там места что-то стоит и там и вещи конечно более хорошие но здесь мы вы увидите это уже за стенами кремля блошиный рынок и в общем-то здесь уже в основном самостихийно на асфальте где-то на прилавках но уже не под крышей и здесь уже можно встретить мужичков продавцов подвыпивших и они бывают здесь уже достаточно агрессивны а это нам напоминание что скоро уже очень скоро будет новый год и как это здорово как это здорово посмотрите какие чудесные старые игрушки ну я не знаю даже выбраться очень трудно и обязательно кстати сделаю вам фильм о своих новогодних игрушках если успею но во всяком случае здесь очень 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 интересные елочные украшения и вот я вижу дедов морозов которые пришли из моего детства но вот с этими украшениями я думаю тоже мы все знакомые шишки наверное есть в каждом доме и шишки гирлянды и наконечники на ёлку обе машины на шкатулках на этом это вот тарелку нарисовала и тема хорошая прощения славянки мы правда хороший какой художник красиво лучше подавали на преподаватель как сама сделает на работой подписанных липецк в город липецк художественные училища всех этих ну расположен это работа шикарно которые там пидошки нарисовали там но это давно нарисовала 70-е годы ой а вот сколько такая пара стоит с петушками 500 рублей прошу было 5 до 3 а продал две заберете последних по четыре нет на талфа за это красный петух автографа каких художников это не вот ей дарили вот этой а то есть сами художники дарили с вами этому художнику дарили как бы и на какой-то юбилей а вот такая красота сколько за это хочу ну как бы ну 3000 красота и такой красоты я не видела я видел тарелки типа такой но простые простые не согласны но что же они преподаватели плохой подарит нужно ну ладно спасибо вам еще раз его самого хорошего лет спасибо прихожу что так ну снимаю но потом показывал что купил ну вот колечко купила за 300 рублей а сейчас вопрос задам а сколько вот такая брошка стоит вот фиолетовая а чья это у яблонек визутеля чехословацкая чехия скажешь так сейчас посмотрим какой у меня был знак меньше такого не было депутатом не было а вот такой нагрудный знак у меня есть и обязательно его покажу в конце фильмов за веру дружбу какая прелесть дойдет часов а вот сколько прошло тесты вот эти стоят значки и сына разная 400 до вот например вот этот 18 400 до 400 а почему такой разброс цен структура которые не соответственно накладную самолет шильдик подвес поэтому и цена зависит от того сколько налетали шаги инструкторов меньше вообще ну понятно спасибо чем больше не летали часов тем знак реже и поэтому дороже в детстве тоже собирала значки как многие наверное из вас и вот у меня такие значки были с маугли но это уже про спорт таких не было не собирала вот про универмаги тоже нет на посмотрите плод овощной комплекс знак девочка полторы за тысячи четыреста я видел вот так полторы тысячи четыреста столбия делась ой изумительные какие нам же просто изумительные где столько с галстуками я вообще не видела а мальчик вот этот за тысячи триста вообще сказка посмотрите какая прелесть с санками потрясающая вот тоже собачка ну а вот такую вазочку для варенья из розового стекла я купила как раз летом в александрове на блошином рынке и тоже с розеточками с такими же у этого продавца я купила очень красивую хрустальную маленькую вазочку для цветов и в конце фильма я вам ее покажу вы ее увидите и вы будете удивлены всего за 100 рублей вот так вот вот себе блоши на рынок я редко показываю одежду но вот здесь вот и одежда есть даже показывать покупки с рынка и там я купила вот такой серебряная чудесное колечко с малахитом и всего за 300 рублей только подумайте так выглядит на пальцы и еще на рынке купила вот такую малышку хрустальную смотрите какой не взвал это вазочка для цветов тоже для пальцев буду менять толку синие то эту кобальтовый то эту если ту вазочку я купила за 200 рублей то эту я купила за 100 тем кто мне писал комментарии в москве очень дорогие рынки и не могут быть там дешевые вещи а в москве дорогие блошиные рынки но я например иду на блошиные рынки выискивать что-то дешевое и красивое и причем нужное мне потому что просто прийти куда-то на вернисаж и купить за такую цену с которой нельзя торговаться мне это не интересно мне интереснее вот именно и подарковаться и найти что-то такое замечательное нужное для себя и очень дешево я покупаю до 500 рублей но если что-то такое вот я например хочу тарелку купить очень красиво но да я могу потратить где-то тысячи но только на нее вообще у меня принцип от 100 до 500 в крайнем случае а так до 300 рублей и эти мне и нравится блошиный рынок теперь я вам хочу показать то что я увидела на том рынке женщина вот торговала такими вещами искала что мне досталось от бабушки это вот металлические наверное на холсте что ли вышивка металлическими нитями вот золотыми золотыми она такая жесткая относительно я не знаю для чего это использовали вот совершенно не знаю ну вот мне достали свете такие вот рулончики и один рулончик вот с этим же с таким же рисунком здесь ветки винограда и другой такой же рулончик тоже самое это даже скорее металлическая проволока меня всегда блошиный рынок заряжает чем-то и вот придя из блошиного рынка я решила вспомнила о том что мне тоже есть такой вот нагрудный знак награждение когда я закончила свой институт сейчас университет леса и мне сразу захотелось узнать побольше об этих значках стоил он конечно недорого но благодаря тому что здесь вот эмаль есть такая то все-таки 250 300 вот просили ну а сейчас я вам расскажу вкратце о том что я нарыла нагрудные знаки об окончании учебных заведений появились в россии еще в девятнадцатом веке сначала были учреждены знаки отличий для лиц окончивших военной академии российской империи в сорок пятом году указом президент верховного совета ссср вводятся нагрудные знаки для лиц окончивших государственные университеты знак в виде покрытого эмалью синего ромба в белой окантовке с позолоченными бортиками и наложенным изображить изображением советского герба было положено носить на правой стороне груди ниже орденов а это уже современный знак московского университета кстати теперь за определенную плату знак можно сделать именным в пятьдесят восьмом году установлены знаки об окончании прочих высших и средних учебных заведений приказа министерства высшего и среднего специального образования ссср номер 123 от 8 апреля 61 года была установлена единый он имеет форму слегка выпуклого ромба покрытого эмалью цвета в зависимости от типа высшего учебного заведения причем на краю ромба расположены белые эмалевые полоски окаймленные золотистыми бортиками верхней части на фоне эмали помещается накладной золотистого цвета изображение герба советского союза если в классических университетах цвет эмали синий но эмблема отсутствует там только герб есть то в технических вузах цвет эмали синий эмблемы скрещенные французский ключ и молот в сельскохозяйственных вузах цвет эмали зеленый эмблема сно пшеницы медицинские вузы цвет эмали красный эмблема чаша со змеей вузы искусства цвет эмали темно-красный эмблема лира перекрещенные кистью и пером для педагогических экономических библиотечных и других гуманитарных вузах цвет эмали голубой эмблема раскрытая книга и та же раскрытая книга но цвет эмали светло-синий для юридических и партийных вузов нагрудные знаки изменились но вот для примера старый нагрудный знак медицинского института и новый знак уже института ну вот наступило время прощаться надеюсь вам было интересно и хочу предупредить что следующий фильм будет как раз именно про измайловский вот этот кремль замечательные ну а я с вами прощаюсь до встречи а